Добрый день, уважаемые пациенты! Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы обсудим тему, такую как половой герпес у мужчин. Половой герпес у мужчин вызывается в большинстве случаев герпесом второго типа или герпесом полового герпеса. Как им заражаются? В основном это при половом контакте, хотя бывает и в бытовом отношении. Вирус герпеса достаточно длительно сохраняется в выделениях. После инкубационного периода, который может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, происходит высыпание, которое характеризуется следующим. Сначала у пациента возникает жжение, боль в области высыпания, затем покраснение. На фоне покраснения формируются мелкие пузырьки, которые могут сливаться, которые могут со временем скрываться. Содержимое пузырьков прозрачное. После вскрытия пузырьков образуются язвочки с полициклическими мелкими фистоническими краями, которые болезненны. На внедрение герпеса могут реагировать лимфатические узлы, увеличивая и становляясь болезненными, чаще всего в паху. Высыпания герпеса могут располагаться у мужчин на головке, на теле полового члена, на коже окружающей половой член. Соответственно, затем постепенно происходит зарастание получившейся эрозии после вскрытия пузырьков. Если, соответственно, произошло загноение пузырьков, присоединение туда бактериальной инфекции, то образуется более глубокая язвочка, уже покрытая гнойным налетом. Что делают, если появились симптомы похожие на половой герпес? Во-первых, сдают со скобы, вот такой вот одноразовой палочкой сдают со скоб ПЦР на герпесы, такие как первого, второго типа герпес ЗОСТР. Также на них сдаётся кровь, как на сами герпесы, анализом ПЦР в крови, так и на антитела герпеса. Выделяют антитела класса А, М и Г. Соответственно, вот они сдаются при подозрении на герпес. После постановки диагноза, который формируется путём обобщения внешних проявлений и результатов анализов венерологам, назначается лечение. В чём состоит лечение герпеса у мужчин? Во-первых, назначаются противогерпетические препараты. Во-вторых, самая важная часть лечения – это иммунные препараты, чтобы организм сам поборолся с этими вирусами герпеса. Вторая часть лечения наиболее важна. Правильнее её назначать после специального анализа иммунограммы с подбором иммунопрепарата, чтобы мы знали, что же делать. В классическом варианте лечение выглядит следующим образом. Пациент периодически пьёт таблетки за время лечения и постоянно, в 3-4 раза в неделю, делает внутривенные внутримышечные инъекции. После лечения происходит контрольный анализ, как соскобы с наружной части высыпаний, так и опять берётся кровь внутривенной и контролируется из лечения. Сроки лечения, как правило, 10-20 дней. Что будет, если не лечить половой герпес? Наиболее часто у мужчин он хронизируется, то есть переходит в хроническую форму с периодическими высыпаниями на такие провокации, как переохлаждение, снижение иммунитета и даже половой акт. Поэтому при необходимости диагностики и лечения полового герпеса обращайтесь к опытным венерологам нашего медицинского центра Платный КВД. Ждём вас. Спасибо за внимание.